Ребята очень часто спрашивают меня о такой проблеме, как непонимание английского текста, касается задания ЕГЭ, аудирования. Так что делать? Как сделать так, чтобы ты начал понимать? Итак, ребят, приведу вам пример. Бывает такое, что вы слышите песню на радио, русскую, даже русскую, и там какая-то непонятная строчка. Там, не знаю, шагельми, тра-та-та-та. И вы так, чё? И не поняли, о чём вообще спел исполнитель. Или даже кажется, что он сказал что-то неприличное, например. Вы слушаетесь, 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 и в итоге до вас доходит, в чём, собственно, суть этой строчки. Или вы гуглите и смотрите в текстовом виде эту строчку, и уже понимаете, а-а-а, так вон она чё, что хотел донести до меня исполнитель. Оказывается, она спела, я люблю тебя, Толик, приходи ко мне сегодня. Или бывает такое, что сам говорит кто-то, и у него очень быстрая избивчивая речь, и вы зачастую просто не понимаете, о чём он говорит. Простите повторить сказанное предложение помедленнее. Или просто повторите ещё раз. Или я не понял вообще, чё ты сказал. Но если вы продолжите общение с этим человеком, то для вас уже не составит труда понимать его. Так же, как мама понимает своего малыша. Очень часто бывает, когда малыш только начинает говорить, то никто вокруг его не понимает, только мама его понимает. Это его шигельме-бигельме. И ей кажется, что он говорит вполне понятно. Окружающим, конечно, очень сложно догадаться, о чём говорит её малыш. То же самое с аудированием. В любом случае, ребят, нужно просто выработать навык услышать и слушать английскую речь. Здесь та же самая методика. Здесь поможет вам лишь практика. И здесь нет никакого волшебства. И сейчас я хотела бы поделиться с вами некоторыми лайфхаками, как максимально быстро и эффективно улучшить ваши навыки аудирования. Итак, первое, что могу вам посоветовать, это смотреть фильмы и сериалы на английском языке. И вам кажется, что? Какая банальщина. Кто? Я не знала, что об этом, о том, что нужно смотреть английские фильмы. Можно это делать с субтитрами, можно без субтитрами. Моя рекомендация вам в данном случае является такой. Смотрите с удовольствием. Все, что вы делаете с удовольствием, все, что вам по кайфу, ваше хобби. Вы тратите на это максимальное количество времени. И именно это принесет максимальный результат. О чем я? Да о том, что нужно смотреть то, что вам интересно. Например, вам нравится смотреть ютуб-блогеров. Вы любите мейкап или вы любите смотреть каких-нибудь фриков. Смотрите иностранных блогеров, слушайте их, понимайте их. Особенно, если вам тематика эта близка и интересна, то вы быстро вольетесь и быстро начнете понимать их разговор, их текст. Далее повышаете свой уровень и уже от знакомой себе темы переходите на что-то другое. Пользуйтесь, например, английскими подкастами. Я оставлю ссылку внизу. Что такое подкасты? Это набор тематических аудиофайлов, каких-то разговоров, например, на тему traveling. Это аудиофайлы, которые помогут вам поднять уровень навыка аудирования, а также улучшат ваш словарный запас. Опять же, очень важно делать это с удовольствием. Например, если вы любите сериал «Друзья», но поначалу вам достаточно сложно смотреть его на языке, то посмотрите какой-то адаптированный для начала сериал, for example, «Экстра». Там достаточно понятно говорят, все и сюжет достаточно интересный. Как только у вас начнет получаться, вы начнете получать кайф от этого, и тогда дело уже пойдет. Вы повышаете уровень сериалов, они будут наиболее сложные, неадаптированные. Смотрите сначала с субтитрами, потом без субтитров. В общем, такая метода. Еще один лайфхак. В данном случае не просто смотреть и пялиться на сюжет, например, который вы уже смотрели 100-500 раз, а важно повторять за ними. Остановили, например, какую-то смешную фразу сказал Чендлер. Его поставили на стоп, запись и повторили за ним. Еще раз перемотали, прослушали его и еще раз повторили за ним. Именно это даст вам понимание интонации в английском языке. Это еще одна тема, которая наиболее сложна для русскоязычного ученика. Почему? Вот эта интонация, она странная для нас. Дело в том, что в русском языке у нас действительно есть понятие интонации, но мы не уделяем ей должного внимания. Не то чтобы должного внимания, у нас традиционно мы не уделяем ей внимания. То есть для нас человек, который говорит ровно, плавно, его речь такая текучая, как река, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Мы не делаем никаких перепадов таких эмоциональных. Ау-ау-ау! Как у тебя дела? Нет, мы сочтем такого человека скорее неравновешенным. То есть для нас отсутствие интонации, ярко выраженной, это норма. И именно плавная речь, она характеризует человека, как образованного, ущего хорошие словарные запасы, который может выражать свои мысли легко и непринужденно, да, и быстро доносить и четко свою мысль до собеседника. А что касается американцев и англичан, даже больше, наверное, англичан, то они уделяют особое внимание именно интонации. И мы знаем, что в разделе «Говорение по ЕГЭ» в первом задании требуется от нас прочитать отрывок из текста. И там одним из критериев оценивания является как раз-таки интонация. Безусловно, эксперт не будет оценивать вашу интонацию с точки зрения носителя языка, конечно же, нет. Вас проверяет также русский человек. Но наличие английской интонации сыграет, конечно, вам большой плюс в данном задании. И, в принципе, во всем разделе «Говорение». Так вот, вернемся к ним. А вы замечали, например, что как раз-таки в аудировании по английскому языку кажется, что дикторы как-то переигрывают? Почему они говорят так слишком эмоционально, кажется нам? Или зачем вот эти перепады интонационные? На самом деле это является привычным и обыденным приемом для англичан. Для нас, конечно, это непонятно. Именно поэтому интонация нам дается так сложно. Обратите внимание, что я говорю быстро и плавно, без особых переходов. Безусловно, это особенность моей речи. Но в целом в русском языке мы говорим именно так. Англичанам покажется наша речь какой-то странной, скудной, какой-то плоской. А в Америке и Англии все несколько по-другому. То есть вот эти вот перепады, они важны. Как мы их поймем, не слыша речь. То есть наша задача именно слушать эти аудиофайлы или видеофайлы. И не просто слушать, а повторять за ними. Потом вы автоматически будете воспроизводить эту интонацию, читая текст. Проговаривая текст вслух. Какие-то свои мысли выражая на иностранном языке. Это придет к вам. Но только повторяя, имитируя эту английскую речь, возможно улучшить, во-первых, свой навык аудирования. Поскольку вы же будете понимать, как некоторые звуки, они искажают, как они вот этими перепадами. Да, они раньше нас сбивали с толку. Но при должной практике мы будем понимать, что здесь диктор имеет в виду именно это. И мы поймем, что здесь нужно отметить это, отметить это, отметить это. Что хочу сказать, ребят, не бойтесь начать. Не бойтесь делать смешные ошибки. Ведь делает ошибок тот, кто ничего не делает. Поэтому учитесь, смотрите, делайте это с удовольствием. И все придет. Ваши навыки аудирования будут только идти вверх, вверх и вверх. Всем успехов. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok